Итак, друзья, мы с вами изучаем тему, как научиться слышать голос Божий, и мы подошли с вами к четвертой части. У вас уже как-то прояснилась немного картина, как слышать голос Божий? Да. Илюша уже понял что-то. Хорошо, спасибо. Пять утра просыпаться. Пять утра просыпаться. Что еще? Три столпа. Три столпа, вы запомнили, хорошо. Какие столпы были? Слово Божье. Слово Божье, Дух Провидения и Дух Святой, впечатление Духа Святого. Хорошо. Хорошо. Я вам обещал, что мы с вами посмотрим очень интересную тему. Разберем шумы, заглушающие голос Божий. Вы знаете, на самом деле мы, как верующие люди, последнего времени сталкиваемся со всех сторон с шумами. Вы знаете об этом, да? Много разной информации, и наш мозг, он не может воспринимать очень много информации. Очень, так знаете, есть такие исследования, которые ученые проводили, что если перенасытить информацией головной мозг человека, то он не будет в силах принять правильные решения. Его мозг просто не справится. Это как вот телефон. У вас зависал когда-нибудь телефон? Компьютер зависал когда-нибудь у вас? Вот представляете, то же самое с вашим головным мозгом. Когда человек перегружен информацией, то он не готов принимать правильные решения. Он становится человеком ограниченным. И он может принять неправильные решения, которые испортить может всю его жизнь. Поэтому очень важно сохранить свой разум. И я некоторых молодых людей буду пересаживать, наверное, сейчас из Белоруссии, которые сидят и разговаривают. Опа! Да-да-да. Я просто почти слышу все, о чем вы говорите. По губам читаю. Хорошо. Я понимаю, что тема очень важная. Вы, может, делитесь переживаниями. Но, хотелось бы, чтобы у нас общую тему мы рассмотрели, да? Что избыток лишней информации влияет на наше сознание. Наше сознание отвечает за принятие тех или иных решений. И если мы не позаботимся о том, чтобы наш рассудок держать в чистоте, то дьявол сможет нас подтолкнуть к ошибочным действиям. Вы это понимаете, да? Но мы с вами рассмотрим сейчас более детально это. Итак. Иисус Христос сказал в Иоанна 16 главе 12 стихе. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». А сейчас будет вопрос, друзья. Обратите внимание еще раз на этот текст. «Многое имею сказать вам». Было ли Иисусу что сказать? Но вы теперь не можете вместить. И теперь мы с вами давайте ответим на вопросы. Почему ученики не могли вместить, принять и понять то, что хотел сказать им Иисус? Чтобы вам было понятнее вопрос. Причина была в Иисусе или в учениках? Просто переизбы так и так, да? То есть больше уже невозможно было. И тогда он говорит, друзья, я бы мог, конечно, но так как уже переизбы так и так много дал, поэтому смысл мне вообще было говорить, что я мог бы еще вам давать. Или же все-таки он мог бы дать больше. Могли бы они так подготовиться, чтобы понять и принять все, что хотел сказать им Иисус? То есть мог бы Христос сказать? То есть теоретически зачем ему говорить о том, что не нужно было бы делать? Представьте, он бы сказал, ребята, я рассказал вам все, что вы могли вместить, все, что вам нужно было узнать, я вам уже все сказал, поэтому вы молодцы. Или он говорит, я мог бы сказать вам больше, Но вы не готовы вместить. И значит, если они... То есть, получается, причина была в ком, да? Мы говорим, что причина была в учениках. Могли бы они подготовиться, чтобы все принять? Друзья, не могли бы. И то же самое может в нашей жизни. Готов ли я понять и принять все то, что хочет мне сказать Иисус Христос? Вы готовы, друзья? Нет. Вы выходите отсюда туда. Кто не готов, выходите сразу. Что толку тогда разговаривать? Зато честно. Ну так честно, а где вы остаетесь? На одном и том же месте сидите. Знаете, важно не просто быть честным человеком. Важно быть человеком, который не подводит Христа. Вы согласны? Что можно сказать, я честный, я вот... Ну, я лицемер. Ну, я буду всю жизнь лицемером. Ну, я... Там, я не знаю, я развратник. Всю жизнь буду развратником. Я честный человек. Я вор. Я честный вор. Я ворую честно, да? Но нужно ли это Богу услышать? Нужна ли ему такая честность? Знаете, Богу нужна честность, которая подражает ему. Честность во всем. Да, я могу сказать, что, Господи, я несовершенный человек, но я хочу стремиться. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. И вот следующий вопрос. Принимаю ли я сегодня все то, что уже открыл Иисус Христос? Мне бы хотелось, чтобы мы с вами разобрали те темы, которые, может быть, будут вас, ну, как некоторые служители говорят, это как на больной мозоль наступить. Когда на больной мозоль наступают, приятно или неприятно? Где-то неприятно, да? Но нужно сделать. Чтобы убрать шумы, заглушающие голос Божий в моей жизни, нужно убрать из своей жизни, знаете что? Только не телефон, говорят мне, да? Ну, значит, начнем с телефона, да? Да не будьте от других богов лицом моим, да, идолы какие-то, может быть. Знаете, я много тем, ну, как бы, я уже говорил эту тему не один раз, она называется «Причинно-следственная связь», вы можете в YouTube посмотреть, но я кратко расскажу, хорошо? Любые художественные фильмы. Давайте мы сразу будем остановку делать. Любые художественные фильмы это какие? Плохие, а еще какие? Любые, да. Все любые фильмы, которые художественные фильмы. Что такое художественный фильм? Вот отличие документального от художественного. Когда я был еще подростком, мне мой брат, которому я рассказывал, Сережа, старший мой брат, он мне говорил, там будет документальный фильм, это, говорит, неинтересно, это не для нас. Художественный, о, а художественный это для нас. Я так запомнил, главное не перепутать, думаю, что именно то, что надо посмотреть, а то посмотришь не то, что надо. И в итоге получалось, на самом деле, что такое документальный фильм? Ну, это просто документальный, может быть, научные исследования какие-нибудь, что-то там разбирают, изучают, там, про жизнь человека какого-то действительно. А что такое художественный фильм? Придуманное. И знаете, очень интересно, да, там рука какая-то, я вижу, большая. Есть возражения. Очень прекрасно. Ну, например, есть сейчас снятый очень хороший сериал о жизни Иисуса Христа. Очень прекрасно. Очень вдохновляющий фильм. А я расскажу вам потом, почему нет. Хорошо. Давайте очень важный момент какой. Разберем, что такое художественный, да? Вот художественный фильм, вы знаете Александра Сергеевича Пушкина, вы любили стихотворение? И особенно там запомнилось мне последнее, ну, как бы, такое четверостишье. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Хорошее окончание. Ну, красиво, да как? Сказка ложь, да в ней намек. Он же намек, там, добрым молодцам урок. Вот добрые молодцы, они должны извлечь урок. Но сказка это что? Это ложь. А мы знаем, согласно Слову Божьему, кто отец всякой лжи? Отец всякой лжи Сатана. Об этом конкретно говорится. И если есть какая-то выдуманная лживая история, то этот, за ней автор ее кто? Ну, скажем так, не Бог. Если мы понимаем, что есть две стороны, есть Бог и есть не Бог, есть дьявол, то получается, если это не Божья программа, то чья это программа? Ну, Иисус Христос, когда воспитывала его Мария, она не рассказывала ему сказки. И в трудную минуту, когда он сталкивался с искушениями от Сатаны, он вспоминал то, чему учила его мать. И мать его учила Библии, ну, Слову Божьему. И мы должны понимать, что это такая тема, которую я понимаю, что она не простая отчасти, но она очень важная. И я вам скажу в первую очередь то, что вот все, о чем я здесь буду говорить, это то, что практическая часть. Вот вы хотите слышать голос Божий, да, вы хотите его четко понимать? Вам просто надо убрать вот эти шумы. Вы их уберете, и вы начнете четче слышать голос Божий. И не слышать голос Божий, это вы примите решение для себя. Но я вам гарантирую, что если вот это вот уберете, вы начнете слышать голос Божий. И вообще вот сегодня Сережа Григораш, он сказал, давайте вот пост надо делать. Знаете, про пост он сказал, да? Вот я вам предлагаю пост сделать информационный. Вот информационный пост уберите, вот буквально, ну, там, две недели. Две недели, может быть, кто такой посерьезнее, там, месяц, но вы уже увидите результаты в своей жизни. Вам хочется попробовать вообще? Вкусить то, что раньше вы даже, может быть, и не пробовали? Или наоборот, может быть, столкнуться с тем, что точно вам поможет? Да, пожалуйста. Я вот, вот почему я здесь и подчеркнул, любые художественные фильмы. Если мы говорим истории, вот, например, да, вот есть христианские истории, ну, там, какую мы читали не так давно. Мы с семьей читаем истории наших пионеров веры, там, адвентистов, которые страдали за веру. Мы читаем эти истории. Это живые истории, когда происходили с человеком. Он честно поступал в тонную ситуацию. По поводу любых выдуманных, даже самых красивых сказочных историй, это ложь. И надо понимать, что это ложь. Это большая половина лжи там. Вот если вы возьмете книгу по соображениям совести, прочитаете ее и посмотрите фильм, это будет две разные истории, по большому счету. В одной это кровь, там, мясо летит и так далее, потому что мне рассказывали, я сам не смотрел. Степочка, ты хотел что-то спросить? Далее, посмотри, художественную литературу и художественные фильмы обычно снимают, когда хотят что-то сказать, но не могут сказать это прямо. Есть, конечно, и просто развлекательные, но очень часто это именно в износказательной форме представленная мысль какая-то, которую доносят через каких-то героев, потому что не могут ее описать прямо. И, по сути, это та же самая притча. И в чем тогда разница между притчей и любой другой художественной историей, в которой есть определенный посыл? Ну, знаешь... Курой – это лжет, потому что они не играют чужую роль. Ну, давайте так мы сделаем. Смотрите, друзья. Да-да, смотрите. Что касаемо... Я скажу так, друзья. Здесь вопрос в первую очередь... Во-первых, давайте так сделаем. Давайте, Петрович, я предлагаю тему завершить, а потом вопросы-ответы. Хорошо, давайте я тему завершу, а потом вопросы-ответы. Вы запомните свои вопросы-ответы. Ну, вопросы сначала. Ответы мы найдем. Итак, первое. Любые художественные фильмы, потому что они выдуманные, и актеры там выдуманные, и актеры играют роль не свою, не живую. Любые мультфильмы, даже так называемые христианские мультфильмы, потому что в них разврат заложен то же самое. Даже самый элементарный пример, это называется суперкнига, знаете, такая библейская. В них вы обратили внимание, как там девочка одета? Она там как будто в платье балерины. Ну, там, в общем, получается, знаете, в каждом мультфильме есть вот дьявол, к сожалению, он проник во все сферы жизни христиан. И при этом, получается, для нас часто становится очень как троянский конь. Знаете принцип троянского коня? Троянского коня почему впустили в город? Потому что он был в виде их какого-то божества, там, этого коня, там, они его как воспринимали, а внутри него находились враги, которые в конце, это как бы уничтожили город. Вот мы должны с вами, друзья, понять, что на самом деле оно все это, любые романы, художественная литература, любую музыку со сбитым ритмом, танцевальным ритмом, рок-музыку, потом рэп-музыку, другую такую музыку, которая идет со сбитым ритмом танцевальным, порнографию, аниме, компьютерные игры, новости. Новости, что касаемо новостей, я понимаю, что есть тоже вопросы. Я сразу поясню, что вот если в вашей жизни вы же узнаете, что что-то произошло в мире, и вы захотели уточнить, что там произошло, вы можете забить там в ютубе, посмотреть какую-то одну часть, что-то услышать одно моментно. А так, чтобы сидеть и смотреть постоянно новости, то это все будет заглушать голос Божий, и вы не будете слышать голос Божий. Проще скажу вам, из новостей вы не услышите голос Божий, а из слова Божьего вы услышите голос Божий. И важно понимать, что дьявол сегодня делает, чтобы искусственно заглушить наше сознание всевозможными лживыми новостями. Если говорить вообще о новостных каналах, то новостные каналы все куплены, и они доносят ту информацию, которую им заплатили, чтобы они ее доносили. Если вы хотите найти просто информацию, произошло ли событие, вы найдете его, но это все-таки не то, чтобы сидеть и смотреть новости. Следующее, социальные сети не для общения. Вот есть социальные сети, само название соцсети. Соцсети подразумевают, что человека хотят удержать в сетях каких-то. И вот можно через WhatsApp, Viber, Telegram, что-то полезное, друзьям какие-нибудь сообщения, цитаты из Библии, какие-нибудь стихи из Библии, свой опыт какой-то переслать. А можно просто сидеть и пересматривать всякие приколы, ролики разные. Даже я, друзья, скажу, когда присылают кучу разных картинок, одинаковых, даже может быть они не нужны, отвлекающий маневр. То есть человек рассеивается, вот он о чем-то думает, ему там пим-пим, пришло сообщение. Он смотрит на это сообщение, картинка какая-то, какие-то сообщения непроверенные, когда говорят, что срочно молиться надо за человека, за одного, за другого. Ты выясняешь, что таких людей там либо вообще не существует, либо они были там когда-то или несколько лет назад, фейковой информацией. И вот эта информация, она главная, что она отвлекает человека от важных каких-то дел. Опять же, если они у него важны. Но в целом мы говорим, что соцсети использовать, если вы используете соцсети для того, чтобы общаться, кому-то что-то поддержать, а с чем-то спросить, это нормально. Но когда мы в нем тратим в пустую время, то это не должно такого быть. Просмотр YouTube не для развития. В YouTube-канале можно найти очень много полезного, но можно найти очень много бесполезного, того, что будет разрушать человеческое сознание и деградировать. И вот получается, здесь я постарался выделить самое такое основное, то, что касаемо, то, что мы можем смотреть, читать и слушать. И вот если убрать вот эти вот всего лишь уловки вот эти из вашей жизни, хотя бы на две недели, вот две недели нужно для того, чтобы мозг восстановился, по большому счету. Вот это из практики я замечал. Если вы это исключите из своей жизни, вы посмотрите, насколько четче вы начнете понимать голос Божий. Но, ну мы давай подойдем с вами, пойдем еще дальше, да? Я хотел остановиться вот на такой теме, которая мало обсуждаемая. Порнография, развратные картинки, аниме. Сегодня дьявол использует, зная, что седьмая заповедь, вы помните, да, вопрос седьмой заповеди какой? Что седьмая заповедь это не пожелать, ну, не пожелай жены ближнего твоего, да, по большому счету. Не прелюбодействуй. Если говорить о прелюбодеянии, то прелюбодеяние начинается с чего? С действия или смысла? Бог сказал в смысле, кто посмотрит с вожделением. Христос сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, желанием, тот уже прелюбодействовал с ней. И вот проблема нашего времени заключается в том, что многие люди, особенно ребята, они увлекаются развратными картинками, аниме и порнографией. Дальше, следующий этап у них проблемы начинается, это мастурбация. Это, ну, как бы, самопроизвольные, непроизвольные, ну, уже подробностей не буду вкладывать, вы знаете, да, кто же захочет выяснить, что это такое. И в чем проблема? Проблема в том, что происходит, это грех, грех, который разрушает сознание человека, грех, который разрушает органы человека. И Лена Уайт об этом конкретно говорила. И знаете, для меня, что было очень удивительно, то, что вот эта проблема, она сегодня лишает рассудка многих людей. И интересно, я заметил, что это происходит именно в среде верующих людей. То есть неверующие люди, когда увлекаются этим, по ним особо, я не знаю, конечно, их жизнь, но я сталкивался с неверующими людьми, которые от этого страдали. Но я вам расскажу историю одну. Я тогда жил еще в Туле, и, может быть, вы слышали эту историю, я повторю, потому что она очень актуальна к этой теме. Я жил в Туле тогда, и один молодой человек, он отделкой занимался, а мне нужно было сделать ремонт моей квартиры. И мы обговорили с ним стоимость работы, это наш брат из церкви был, и он говорит, я могу сделать такую сцену, мы оценили работу, все, сколько надо денег. И он говорит, ну, мне нужно будет там аванс какой-то, я ему дал денег, аванс, он закупил стройматериал, мы их завезли вместе. И потом я ему оставил ключи от моей квартиры, я ухожу на работу, возвращаюсь, смотрю, там началась работа, там он что-то оборвал обои, там что-то потолок начал делать, что-то там гипсом, шпаклевкой там делать. Ну, ладно, думаю, хорошо, идет. Потом проходит день, второй, третий, я смотрю, что-то особо ничего не меняется, очень медленно как-то работа идет. Я ему звоню, он трубку не берет, не отвечает, ну, может быть, там занят что-то. Сажусь за компьютер, за свой, включаю компьютер, и что-то там делал, делал, и смотрю, вчера я заходил на какую-то страницу, не могу вспомнить, как я захожу, смотрю, у меня истории нету, вся история удалена. Я не понял, я проверил, проверил, вся история удалена. Я посмотрел через другие возможности, как на историю посмотреть, она вся удалена. Я звоню моему другу, программисту, и говорю, слушай, у меня тут похоже на моем компьютере роются и удаляют всю историю. Он говорит, ну, попробуй через вот это проверить еще историю. Я захожу там через другую программку, ничего нету, все чисто. Я говорю, ну, вот ничего нету. Он говорит, ну, надо тебе установить приложение такое, которое позволит тебе фиксировать все, что происходит на твоем компьютере. Я установил такое приложение, ухожу на следующий день на работу, вечером после работы я прихожу, смотрю, что был человек дома у меня, этот ремонтник, Но опять на телефон не отвечает, я ему звоню. Я прихожу на компьютер, включаю программу компьютерную, открываю, смотрю, у меня опять вся удалена история. Я захожу в то приложение, которым я пользовался уже теперь, и открываю, смотрю, что там происходило на моем компьютере. И там было забито в поисковой системе порнография, эротика и всевозможные такие извращенческие запросы, которые этот человек искал у меня дома. И он их смотрел у меня дома, получается, на моем компьютере. Меня это возмутило до глубины души. Я сразу же звоню ему, он трубку не берет, я думаю, на тебя встречу, я тебе устрою, скандальчик. И после этого я как бы в таком состоянии, раздражение на него. И мне пришла мысль, что надо помолиться. Ну я что-то помолился, говорю, господи, вот как мне правильно с ним поступить, чтобы ему донести, чтобы больше он такого никогда не делал у меня дома там и вообще. И мне пришла мысль такая, что этот человек, он увлекается порнографией, он увлекается мастурбацией, у него проблемы серьезные. И Бог, касаясь его сердца, он уже не слушает Бога. И Бог вынужден теперь раскрыть его проблему другим людям, чтобы, может быть, через других людей он услышал. И вот Бог мне бы мысли такие дает, я тебе открываю его проблему, чтобы ты смог помочь ему решить это, чтобы он остановился в этом грехе. Я думаю, Боже, хорошо, а что я могу ему сделать тогда? Как я ему могу донести, если он тебя не хочет слушать? У меня такая мысль, что тебе надо на основании Библии показать ему эту проблему, на основании Библии трудов духа пророчества. И мне напомнил Господь текст, который был про бесноватого. Может, вы помните историю, когда Христос зашел в Капернаумию в синагогу, и там был бесноватый в синагоге. Это не был человек, который на улице был бесноватый, это был в синагоге человек, то есть он был как будто верующий. Но когда Христос вошел туда, он начал кричать ему, что тебе до нас, выйди от нас, не мучь нас. И Христос сказал, замолчи, выйди из него. И дальше вот я открываю, это глава в Капернауме, 26 глава книги «Желание веков». Я читаю о том, что человек играл, ну, как бы начал, давайте, знаете, как сделаем. Я вам сейчас буквально прочитаю несколько цитат, потому что буквально, вы знаете, это та проблема, которая, к сожалению, захлестнула очень многих людей сегодня. И мне пишут люди, которые страдают от этой проблемы, потому что дьявол управляет их рассудком, они уже не могут остановиться. Есть решение, это решение, оно записано в духе пророчества, глава в Капернауме. «Причина недуга этого человека, превратившегося в страшное зрелище для друзей и сделавшегося бременем для себя самого, крылась в его собственном поведении. Он был пленен греховными удовольствиями и хотел превратить свою жизнь в непрекращающийся праздник. Ему и в голову не приходило, что он может стать ужасом для этого мира и поношением для своей семьи. Казалось, не будет конца невинным забавам, но едва вступил он на путь, не ведущий вниз, как быстро утратил точку опоры. Невоздержание и распущенность исказили его благородный характер, и сатана полностью овладел им. Раскаяние пришло слишком поздно. Когда он осознал необходимость пожертвовать своими богатствами и наслаждениями, чтобы восстановить утраченный человеческий облик, то был уже беспомощным пленником злого духа. Он ступил на территорию врага и оказался в безраздельной власти сатаны. Соблазнив множеством пленительных картин и завладев душой несчастного, враг рода человеческого проявил неимоверную жестокость. Его нападки стали ужасными. Так будет со всеми, кто подчиняется злу. Чарующим наслаждением начинается этот путь. Оканчивается же он мраком отчаяния и беззумием погибающей души. Очень ярко описывает это Елена Уайт. Я еще сейчас пару цитат прочитаю. Чуть ниже они говорятся. Когда сатане удастся подорвать веру в Библию, он направит людей к другим источникам света и силы. Таким образом он пытается завоевать доверие. Те, кто отказывается от ясного учения Писания и убедительной силы Святого Духа Божьего, отдают себя во власть бесов. Это люди, которые начинают отказываться от Библии, критиковать Библию, начинают вырывать куски из Библии. Постепенно они начнут верить другим источникам и бесы овладеют их рассудком. Это факт, друзья, и оно работает. И теперь дальше. Бог о бок с проповедниками Благой Вести действуют посредники духов лжи. Многие начинают заигрывать с ними и просто из простого любопытства, затем увидев действие силы превосходящей человеческую, впадают во все больший соблазн и оказываются во влаще могущественной воли. Освободиться от этой власти они уже не могут. Все, что защищало душу, разрушено. У человека больше нет сил противостоять греху. Там, где отвергнута сдерживающая сила Слова Божьего и Духа, и его Духа, человек может опуститься невообразимо низко. Тайный грех или слепая страсть способны превратить его в такого же беспомощного пленника, каким был одержимый в Капернауме. Но все-таки положение небезнадежно. И вот есть выход, о котором в выходе и пишет Елена Уайт. Есть единственное средство победить злого Духа. То самое, которое применял Христос. Сила Слова. Даже Бог не властен распоряжаться нами без нашего на то согласия. Однако, если мы хотим знать и выполнить его волю, то вот его обетование. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Кто хочет творить волю, и тот узнает о всем учении. Приняв это обетование, каждый может выбраться из сети заблуждения, уйти из-под власти греха. Никто не пал столь низко, и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе. Очень сильная цитата, друзья. Очень сильное разоблачение греха. Но оно действительно имеет огромное влияние. И вот что получилось дальше. Этот молодой человек, я прочитал этот отрывок, я ему решил позвонить и объяснить, что если он дальше будет заниматься желанием веков, 26 глава в Капернауме называется глава. Там в середине главы почти это описывается. Так вот, я решил позвонить этому молодому человеку. Я снова ему звоню, он снова не берет трубку. Я молюсь, думаю, что же мне делать? Мне мысль пришла позвонить его жене. У него жена была. Я звоню его жене, говорю, привет, привет, как дела? Она говорит, хорошо. Я говорю, слушай, вот пытаюсь за твоего мужа дозвониться не могу. Она говорит, а что случилось? Я говорю, да тут один вопрос такой решить надо. Она говорит, какой вопрос? Ну, говорю, Бог мне открыл его проблему одну, мне нужно с ним пообщаться. Она говорит, речь идет о порнографии? Я говорю, да, откуда ты знаешь? Она расплакалась в трубку, она говорит, он весь дом в порнографии в этой. Он все притащил, и картинки, и видео тащит домой, и журналы какие-то. Я уже так устал от этого всего. Она расплакалась и говорит, он еще и покуривает иногда, иногда выпивает. И я думала, что до брака, он говорил, это всего лишь такие мои шалости, которые потом прекратятся. Но оно все затягивалось и затягивалось. И в итоге она говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, ты знаешь, когда вот мы столкнулись с этой проблемой, я понимаю, что Бог раскрыл ее, потому что, видимо, он уже не слушает Бога. За него нужно молиться. И раз ты тоже знаешь об этом, давай будем вместе за него молиться, чтобы Господь помог ему остановиться в этом безумии, чтобы он оставил этот грех. Она говорит, давай. И прежде чем помолиться, мне приходит такая мысль. Спросить у нее, нет ли у нее каких-то грехов? Я говорю, у тебя самой нет каких-то грехов, тайных грехов, может быть, явных? Она говорит, да нет, я адвентистка, порядочная, в церковь хожу, все как положено, верующая, вопросов нет. Я говорю, ну хорошо, давай помолимся. Мы с ней помолились. И она мне говорит, знаешь что, только не говори ему ничего. Я как-то постараюсь ему сказать, чтобы он тебе позвонил, но ты ничего не говоришь, что я знаю, что я тебе рассказала про эти все события. Я говорю, хорошо, ладно, если ты так, я вообще с ним созвониться не могу, проблемы нет, я не буду ему ничего говорить. Проходит время, прошло пару часов, звонит он мне. Он говорит, привет, я говорю, привет. Он говорит, мне жена все рассказала. Ну, думаю, интересные женщины, сначала не говори, сама тут же все рассказала. Ну, думаю, хорошо. И он говорит, ты знаешь, на самом деле она мне рассказала вот это, то, что ты дал главу вот эту ей прочитать. Мы вместе с ней сейчас прочитали ее «Желание веков». Ты знаешь, я действительно чувствую внутреннее противление, когда вижу, что ты звонишь, прям внутри меня все бунтует. Я понимаю, что диризильное это как одержимость. Я не могу вообще справиться с собой, я не хочу брать трубку, я избегаю всячески. И я ему говорю, ты знаешь, нужно встретиться, потому что это та проблема, которая погубит тебя. Либо если ты остановишься, то вот Бог даст тебе свободу в этом. Он говорит, да, хорошо, давай встретимся. А я в субботу как раз говорил проповедь, а это пятница была. Я говорю, давай завтра приходите на служение, вот такой-то адрес, там у нас несколько церквей в Туле было. Я говорю, я там буду говорить проповедь. Он говорит, ты знаешь, завтра не получится, потому что жена завтра на работу идет, у нее смена выпадает на завтра. Я говорю, подожди, как на работу идет? Так она же говорила, что у нее проблем нету с грехами, ни тайными, ни явными. Он говорит, не, ну она же не каждую субботу, у нее смены просто выпадают, она иногда работает, иногда она в церковь ходит. Ну я говорю, ну давайте уже, ладно, приходите, когда там сможете. И в общем они пришли вместе, мы с ними помолились, почитали. Он попросил прощения, что он так подводил там, что он нечестно себя повел где-то в каких-то моментах. И он принял решение оставить всякий грех. Интересно, что он очень сильно увлекался рок-музыкой еще. Он говорит, что я вообще не могу без рок-музыки представить себе жизнь, я постоянно ее слушаю. Он еще был фанатом футбола, и все началось у него с журналов про футбол. И почему-то в журналах про футбол сзади голые женщины. Я вообще не знаю, там логика какая в чем там, что болельщицы, они почему-то голые, фотографируются там с флагами. Я не в том, что рекламирую его, чтобы неправильно меня не поняли. А именно вот у него это началось именно с этим. Он такой футболист был, любитель, фанат там чего-то. И вот он наткнулся на одно, на другое, потом он начал просто откровенно покупать там порножурналы, всякие газеты и так далее. И в общем вот мы поговорили с ними, они вроде как все решили, что все, он начинает все с чистого листа, помолились, попрощались. И я смотрю на следующий день, он видно, ну я на работе когда был, он пришел, поработал, там одно другое сделал, потом третий день, четвертый, потом смотрю опять, почти ничего не сделал. Я опять звоню, он опять трубку не берет. Я перезваниваю жене, говорю, слушай, я опять не могу до него дозвониться. Она говорит, знаешь что, мы сами разберемся в своей жизни, ты уже не вмешивайся в нашу жизнь, мы все поняли, спасибо тебе за совет, и мы уже разберемся. Думаю, ладно. Проходит время, он в итоге получается, денег-то я ему заплатил, а работу он не сделал. И ту работу, которую он начал делать, он ее сделал неправильно. В итоге я ждал-ждал, нанял другого мастера, мастер говорит, надо все переделать, мы сорвали все это, то, что он там налепил, новые начали работу делать. И в итоге мы с ним так расстались, он еще мне деньги не отдал, он мне денег должен был. В какой-то момент я его встретил, говорю, давай деньги возвращай. Он часть какую-то отдал, и потом Бог мне сказал, забудь про него, просто оставь, я тебе деньги верну эти. Ну, я в итоге перестал с этой семьей общаться, потому что они избегали меня. И вот прошло какое-то время, и однажды мне сообщение, напоминание пришло, что у него день рождения. Я решил его поздравить с днем рождения, я ему позвонил, говорю, привет, поздравляю с днем рождения. Он мне говорит, о, привет, взял трубку, да, такой, ой, привет, да, спасибо, спасибо, говорю, как жизнь, как это? Он говорит, а ты что, не в курсе? Я говорю, нет. Он говорит, ну, так получилось, что через полгода, после того, как мы с тобой пообщались, моя жена, она мне изменила с каким-то мужчиной, и она ушла из дома, мы развелись, она подала на развод, мы с ней развелись, она теперь живет там с каким-то человеком. Потом в итоге получилось так, что там, не знаю, получилось у нее, не получилось, и потом в итоге она не смогла, в общем, короче, она теперь не может иметь детей, и она вот бездетная, а я сейчас вот один сам живу, там, и это, и как-то так пообщались, пообщались с ним. Ну, и, в общем, ну, как бы, знаете, ну как бы вроде живет человек и живет я не спрашивал уже про его привязанности прошло еще время прошло еще года три или четыре и представьте его мы общие друзья там и я пригласил его брата приехать к нам санаторий игру приезжать нам санаторий на отдыхом ты знаешь вот проблема у моего вот этого брата у него проблемы со здоровьем давай его поедем выше его на санаториях себе возьми игру ну поехали что не такое ну думаю захочет увидеть сам не захочет не знаю мы с ним встречаемся знаете выходит человек просто заторможенный вот если видели такие знаете он так выходят такой вот так вот он двигается я говорю привет он так поворачивается медленно такой о привет такая реакция какая-то полу нулевая я крути что случилось он такой да у меня там травма там не это и такой разговаривать как будто не то что наркоман но не наркоман был и в итоге выяснилось что у него как-то он там где-то выпивал его кто-то там побил или что там произошло не знаю но не у него опухоль головного мозга я когда снимок посмотрел я не мог поверить ну у нас люди приезжают с онкозаболеваниями опухоль измеряется знаете в чем чем уголь а в миллиметрах сколько на миллиметров там пять миллиметров там полтора там сантиметра это такая уже крупная какая-то опухоль а у него 15 сантиметров опухоли головного мозга 15 сантиметров и он это ему давит на мозг он уже такой заторможенный какой-то парень и в итоге я ему говорю послушай ты хочешь жизнь свою изменить на тебе надо кардинально все менять он гайда я уже понял что надо да я все я готов я готов все менять лишь бы а он уже такой знаете от него запах как от бомжа он же за собой но сам жил и он уже такой полу такой знаете полубомж какой-то такое вообще я его давно не видел такой заросший себя повез парикмахерскую там подстригли его помыли вещи новые ему там дали одели его повезли в санаторий и когда приехал наш санаторий он был на соковых программах с ним два месяца занимались там диета сока программа там но с ним занятие компрессы припарки и опухоль у него за 2 месяца уменьшилась на 2 сантиметра. Посмотрите, вообще считается, если опухоль замирает и не прогрессирует, то это уже чудо. Потому что опухоль, она прогрессирует, прогрессирует, и проблемы, проблемы. Потом у него метастазы, а тут получается опухоль замерла и начала уменьшаться. Но он сказал, что ты знаешь, спасибо, вы мне помогли, но я все-таки хочу хирургическими методами решать. Он поехал в больницу, ему сделали химиотерапию, потом ему сделали операцию, и потом он наслеп на один глаз. А потом прошло еще немного времени, он наслеп на второй глаз, и потом он умер, этот парень. В 34 года. И знаете, так все было настолько... Проблема началась у него с чего? Вы помните? Он начал смотреть порнографию. И потом он потерял один глаз, потом он потерял второй глаз, он ослеп. И потом он умер. И единственная можно сказать радость в этом всем в том, что он сам был из христианской семьи, и за ним ухаживала его сестра, там мама, и он принял Христа. И он говорит, вы молились за меня, чтобы я вернулся ко Христу, и вот я хоть вернусь. Я вернусь ко Христу, и уже вы не переживаете. И он как бы успокоился в Господе. Но это был тот урок, который для меня был, знаете, очень достаточно понятный. И дальше тоже интересная история. Я приехал как-то в Заокск. Я просто расскажу несколько таких историй. Я приехал в Заокск академию, там был день открытых дверей, и ко мне подошел один молодой человек и говорит, Виталик, я знаю, что у вас будут школы длинные, я бы хотел приехать к вам на длинную медико-миссионерскую школу. Я говорю, отлично, приезжай. Ты проходил месячный? Он говорит, да, я проходил. Я говорю, а где? Он говорит, в таком-то санатории. Ну, по поводу характеристики, я не знаю, ты в курсе, не в курсе, у меня есть проблема. Я говорю, какая проблема? Он говорит, я слышу бесовские голоса. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну бесы со мной разговаривают. Я говорю, что и сейчас разговаривают? Он говорит, и сейчас разговаривают. Я говорю, что они тебе говорят? Говорят, чтобы я тебя не слушал. Понимаете? Интересно, как слушаю. Я с ними не знаком даже, да. А они говорят, чтобы меня не слушал уже. И он говорит, ты знаешь, я вот, проблема такая, я прошу служителей, и он там начинает перечислять мне пасторов, которые там, именитые наши братья пасторы. Вот тот за меня молился, Он спросил бы, чтобы ты за меня тоже помолился. А я говорю, ты знаешь, молиться за тебя бесполезно будет, если ты не раскаешься в грехе, причиной которой стало твоё заболевание, ну, одержимость твоя вот эта. А он говорит, а какая причина, я не знаю, какая причина. Я говорю, а ты порнографию смотришь? Он говорит, да, а откуда ты знаешь? Я говорю, есть причина-следственная связь. Если ты смотришь порнографию, наверно, мастурбацией занимаешься. Он такой, ну да, а откуда ты знаешь? Но я говорю, если ты смотришь, то ты в любом случае перевозбуждаешься. Это реакция, которая, естественно, происходит с тобой. И вот это причина, почему ты слышишь эти голоса. И он мне говорит, он так задумался, знаете, такой молчал, молчал, говорит, слушай, точно. С того года, как я начал заниматься мастурбацией, порнографией смотреть, я начал слышать эти голоса. И он мне говорит, и что нам делать? Я говорю, давай мы с тобой почитаем «Желание веков». И мы открываем «Желание веков», я ему рассказываю историю про твоего моего знакомого, читаем «Желание веков». Я говорю, тебе нужно покаяться и назвать грех своим именем. Тебе надо сказать, что, Господи, прости меня, что я был человеком, который нарушил заповедь седьмую, что я смотрел на женщин с вожделением, что я занимался порнографией, точнее, порнографией, занимался мастурбацией. Тебе нужно покаяться перед Господом, и Бог тебе даст свободу. Потому что только единственное, кто может тебе помочь, это Господь. Он говорит, хорошо, я так помолюсь. Я говорю, ну ты сможешь сам помолиться. Он говорит, я хочу вместе с тобой. Я говорю, давай вместе со мной помолимся. Мы прямо в машине моей помолились, и он помолился, просил у Бога прощения, все назвал грех своим именем, он покаялся. Я за него помолился тоже именем Иисуса Христа, кровью пролитой за каждого из нас. Мы помолились, после этого мы попрощались. У него не получилось к нам приехать на школу, но он мне написал через пару месяцев. И он мне написал сообщение. Он говорит, Виталик, привет. Я ему говорю, привет. Он говорит, я хочу тебя поблагодарить. Я говорю, за что? Он говорит, вот с того момента я больше ни разу не слышал голосов. А до этого несколько лет он слышал голоса Бесовских. И за него молились. На него там руки возлагали. Но ничего не помогало, пока он не покаялся и не оставил этот грех. Знаете, сегодня мы живем в то время, когда эта проблема, она касается у людей в разных странах мира. Мне звонят с других стран. Мне звонил человек буквально, я не буду называть страну, он просил, чтобы я страну не называл, но он просил, чтобы я рассказал эту историю, когда будет возможность предостеречь молодежь. Он рассказал о том, что его сын, учившись в школе в каком-то пятом классе, старшеклассники показали, у него был телефон сотовый, они его научили смотреть порнографию на его телефоне сотовом. И этот мальчик начал смотреть порнографию. Потом он, уже причинно-следственная связь, начал заниматься мастурбацией. И он говорит, отец этот рассказ, он говорит, мы узнали, когда ему было 16 или 17 лет. То есть прошло почти там 7 или 8 лет с того момента, как он начал это заниматься. Он говорит, узнали из-за чего? У него началось лунатство. Он ночью начал лунатиком быть. То есть он ночью просыпался, ходил по дому, врезался, там где-то падал, что-то происходило. Потом у него эпилепсия началась. Эпилепсия, когда он падал, его трясло и пена была изо рта. И врачи, они начали водить его, что-то травма какая-то, какая-то причина. Они начали выяснять, они узнали, что он занимается мастурбацией, и он уже начал это открыто делать. То есть он другим рассказывал, что я вот расслабляюсь таким образом. И психологи, знаете, есть Джеймс Добсон, это баптистский психолог, который утверждает, что это нормально, так и надо этим заниматься. И психологи современные, все психологи, в том числе христианские, в большинстве своем, ну насколько, я не слышал, наверное, ни одного христианского, который бы не рекомендовал этим заниматься. Вы представляете, даже психологи адвентистские говорят о том, что это нормально. И в итоге вот этот человек, он из-за рубежа, он говорит, мы объездили, они достаточно обеспеченные люди. Он говорит, мы ездили у того, были у того, я говорю, а тот? И тот, говорит, сказал, что это нормально. И когда мы ему говорим, сынок, не занимайся этим, он говорит, да чего вы меня учите? Вон психологи говорят, что это нормально, что вы мне будете рассказывать. И он говорит, его настолько, и получается, этот ребенок, он сам себя не контролирует. Ну как ребенок, сейчас уже там парень с 16-17 лет ему. И он, получается, в жизни, он неволевой человек, он не может принять решение. Все, знаете, я в свое время вспоминаю, проводил программу «Вреди алкоголя, табака, наркотиков». Ну это обратная сторона жизни. И там раскрывается принцип, эксперимент проводили на крысах. На крысах проводили эксперимент, когда крыса вживляли им в мозг электрод. И когда она на кнопочку нажимала, она испытывала удовольствие. Вы знаете такой эксперимент, нет? Ну что вот наркоманы, они как бы подсаживаются на наркотики, то есть им больше ничего не интересует. Их ни еда не интересует, ни сон не интересует. Их только вот это удовольствие. И когда обживляли, вот эти крысы, когда они прикасались к этой кнопке, они испытывали удовольствие. Ну эндорфин вырабатывался, да? И вот они, получается, начинали нажимать, 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 пока не сдыхали. То есть они не останавливались. То есть вот это, знаете, я так вспомнил эту иллюстрацию, что получается то же самое происходит с ребятами, которые начинают впадать в этот грех. Они уже ни о чем больше не думают. Их мозг, он уже, знаете, он просто деградирует. Деградирует мозг. И даже говорят, что есть пожатие руки вот этого человека, оно очень слабое, он такое, знаете, неволевое. Не такой же человек, когда он, знаете, спортом занимается, какой-то волевой человек, а он такой даже мягкотелый, он не может решение принять в жизни. Он становится таким тюфячком каким-то, знаете. Ну, в общем, потеря гормонов, потеря здоровья, потеря рассудка. Это происходит реально у людей. И вы знаете, я просто, когда вот сталкиваюсь с такими проблемами, и сейчас этот человек говорит, мы не знаем, что нам делать, потому что этот человек, он впадает, его трясет, он на улице может упасть, его трясет, еще что-то. Изношенный рассудок, изношенный организм. И все начиналось с чего-то такого, казалось бы, безобидного. И знаете, я почему эту тему поднимаю? Потому что ее, наверное, редко поднимают, эту тему. И мне бы хотелось, чтобы вы могли подумать об этом, помолиться, чтобы, ну, в вашей жизни этого никогда не было, конечно. Если оно есть, то чтобы остановиться с Божьей помощью, оставить этот грех, потому что потом будет слишком поздно. Еще такой момент, когда я приехал в Украину, и там мне рассказали о том, что один член церкви был человек, и он был такой одинокий парень, и в итоге мне сказали, что он потерял рассудок. И он ходит по улице, выкрикивает что-то, разговаривает со всеми, сам с собой разговаривает. А я проезжал на машине, я слышал об этом, но его не видел. И тут я проезжаю на машине, там поехал родственников навещать, проезжаю, смотрю, он по улице, и он идет. Я к нему подъезжаю, а он разговаривает сам с собой, там крутится, вертится, а я-то его помню еще нормальным человеком. Я его подозвал, говорю, эй, привет, ну по имени его назвал. Я говорю, подойди, садись в машину. Он садится в машину, он сел в машину, на меня смотрит, такой отворачивается, трясет, его там по сторонам смотрит, потом опять на меня смотрит. Я говорю, как с тобой такое произошло? Он на меня смотрит, да вот я там, вот, это вот грехи, грехи, да, грех, грех, дьявол, дьявол меня хочет убить, дьявол меня бросает в огонь, дьявол меня там убивать хочет. Я говорю, послушай, я его по имени называю, ты знаешь, с чего все началось? Он на меня смотрит, Виталик, это ты? Я говорю, да, это я. Он такой, ой, я тебя не узнал, привет. Ну, поздоровался со мной. Я говорю, откуда у тебя, почему такая проблема у тебя? Он говорит, вот дьявол меня со всех сторон атакует, он мне там говорит, он мне шепчет, я слышу его голос, он меня бросает, толкает. Я говорю, ты порнографию смотришь? Он говорит, да. Я говорю, в Март-Сурбасе занимаешься? Он говорит, да. Я говорю, вот в этом твоя проблема. Он говорит, да нет, это не может быть проблемы. Люди, знаете, они даже затуманены на рассудок, что он даже не считает это проблемой. И, вы знаете, я понимаю, что сегодня, может быть, это не самая основная тема, да, но она очень важная для молодежи. Есть глава в книге «Светельств для церкви», называется «Сладострасти у детей». Если я не ошибаюсь, это второй том «Светельств для церкви». Я, наверное, последнюю историю расскажу из этой оперы, и пойдем дальше. Елена Уайт, когда была в Австралии, однажды в субботу ее попросили совершить леопомазание над мужчиной, у которого было заболевание чахотка. Он заболел чахоткой, от него заразилась его жена, от жены заразилась его дочь. Дочь заболела и умерла. И остался он больной, жена его больная чахоткой. И вот так как он был членом церкви, вроде такой активный член церкви, то Елену Уайт попросили, чтобы она поучаствовала в леопомазании. И прямо перед тем, как это леопомазание совершать, Елена Уайт почувствовала, что нужно перенести это на завтра. И она сказала, давайте перенесем на завтра это леопомазание. А ночью ей Бог в видении открыл, что этот человек занимается маструбацией. И что причина болезни – это то, что он занимается этим грехом. И этот грех, разрушающий его сознание и его здоровье. И на следующий день она ему сказала, ну, назвала его по имени, она говорит, Бог мне открыл твою проблему. И она сказала, что она знает, что он занимается этим грехом. И что причина его болезни именно в этом и заключается. И что если он не оставит этот грех, то Бог не даст ему исцеление. И он потеряет и рассудок, и жизнь свою. Ему надо покаяться, потому что это грех и против тела, и против рассудка, и, конечно, против духовной части. Поэтому, друзья, это та тема, которую стоит быть очень внимательными и осторожными, чтобы не пойти на поводу, потому что все начинается с того, что люди смотрят развратные картинки, аниме, потом эротика, порнография, и дальше человек губит сам себя. Заглушает голос Божий. Очень интересное тоже было видение 1864 года. Во время субботнего богослужения Елене Уайт было видение, в котором она что-то видела, она не дышала, стояла с открытыми глазами. Потом, когда видение закончилось, у нее спросили, что ты видела? Она говорит, что-то очень странное. И у нее спросили, что конкретно? Она говорит, ангел Божий сказал, что народ Божий должен исключить чай, кофе и табак из рациона. Они спросили, почему? Она говорит, я не знаю. А в то время адвентисты седьмого дня пили чай, черный и зеленый, пили кофе, и курили на перерыве между первой и второй частью. Даже перерыв для этого сделал, чтобы покурить могли выйти. И вы знаете, что некоторые исследования, когда братья проводили, они настолько накуривали, что Иллиноват теряла сознание в помещении, потому что не было чем дышать. Они считали, что это здоровая, хорошая такая привычка покуривать. И вот получается, ей открывается, что должны исключить чай, кофе и табак. И она спрашивает, почему? А точнее у нее спрашивают, почему? Она говорит, я не знаю. И так и записали. Очень странное видение Иллиноват. Потом проходит еще две недели, ей видение это опять повторяется. Интересно, что оно было во время богослужения, что оно привлекло внимание других людей. И она на этот раз, когда ей видение было, и ангел ей говорит, что народ Божий должен исключить чай, кофе и табак. Она спрашивает, а почему? И он ей говорит, люди, употребляющие чай, кофе и табак, невосприимчивы к голосу Духа Святого. И после этого адвентисты седьмого дня, с 1864 года, больше не пьют чай, кофе и не курят. Или может вы знаете каких-то адвентистов, которые пьют чай и кофе. Знаете, проблема в том, что... Начали вычислять, чувствуете, от кого кофе пахнет, да? Про зеленый чай, про черный. Про любой чай, просто сам чай. И вот в нем содержится там тенин, кофеин, ну в общем, там вещества есть, которые... Вообще окончание никотин, героин, тенин, кофеин, это те наркотические вещества, сами по себе. Все вопросы можно будет потом, потому что я понимаю, что... А травяной? Травяной это не чай, мы его называем чаем. На самом деле это просто, ну как бы, отвар травяной. Это полезный и нормальный. Кстати, ну хорошо, что вот этот момент подняли. В свое время я просто, ну, люблю истории. И я читал одну книгу, ну в свое время мне было интересно, про Вторую мировую войну. Я читал книгу, называлась «Последний солдат Третьего рейха». И там описывалось про то, как немцы завоевывали Белоруссию. Ну они заходили со стороны Белоруссии, да, захватывали Советский Союз. Вот они когда были в Белоруссии, они говорят, что днем нам предложили попить чаю. Женщины пошли в огород, вырвали какую-то траву, заварили ее и сказали, что это чай. Такие смешные люди. Ну в общем, как бы, я с того момента понял, что в свое время люди не пили зеленый и черный чай, а они пили только травяные отвары, которые в принципе не вредные. Так вот, некоторые люди, адвентисты седьмого дня, сегодня продолжают пить чай и кофе. И некоторые люди, я бы сказал бы, многие люди, не умеют слышать голос Божий в своей жизни, даже не понимая почему. А это заглушает голос Духа Святого. И вот я про шоколад не случайно упомянул. Знаете, про шоколад у меня произошла такая история в жизни, что когда я переехал в Абхазию, мы организовали санаторий, и в тот момент, я уже будучи руководителем санатория, я продолжал кушать шоколад. Я вообще про шоколад как-то, только я помню один раз Леша Дедов что-то про шоколад рассказывал, что шоколад надо исключать. Это когда давно было, еще оси только формировалось, и мы даже в устав написали, что в устав бизнесмены могут войти только те, кто не едят шоколад. Ну, я как бы особо думаю, ну, совет оси, да-да-да. И вот я помню, что такой момент, а потом решили, что так как все ели шоколад, то все поудаляли из этого. Да-да-да, братья удивились, очень удивились, да, братья. Они в шоке, да, и тут получилось так, что решили убрать, чтобы не смущать никого, убрали из устава. Так вот получилось как, представьте, проходят годы, какое-то время проходит. Я потом отвечу на вопросы сейчас, пожалуйста, чтобы мне успеть закончить. Так вот, получилось так, что однажды мне приходит ясная мысль, тебе нужно перестать есть шоколад. А я понимаю, что это голос Божий. И я думаю, Боже, а в чем проблема с шоколадом? Ну, я думаю, в Библию посмотрю. В Библии я ничего не нашел про шоколад. Ну, мне уже легче стало. Потом чувствую внутреннее беспокойство все равно, что есть шоколад. Я, знаете, покупаю, там, ну, я что не просто, ну, не просто там одни шоколадки ел, ну, там, сникерс какой-нибудь, там, что-нибудь такое, знаете, покрытое шоколадом, там, где-то что-то. А внутреннее уже такое, знаете, не удовлетворено, какой-то такой дискомфорт. Я понимаю, что я иду как бы против совести. Я думаю, ну, ладно, Боже, если его нельзя есть, то, наверное, в Духе пророчества написано было, что шоколад нельзя есть. Я в Духе пророчества поискал и не нашел ничего про шоколад. Я думаю, ну и слава богу, буду есть. И я, знаете, как-то я уже стал, думаю, я уже покупать сам не буду. Но если угостят, буду есть. Ну как бы, ну что ж, не пропадать же продукты, если угощают. Я вот в гости на Новый год, где-то там на день рождения, где-то там шоколадные конфеты. Я там одну съел, вторую, ну так. И потом наступает момент, когда меня опять Господь обличает, что ты не должен есть шоколад. Я думаю, боже, ну вроде ничего не написано, вроде там такого нигде не нашел. Ну что это, может быть, мысль какая-то вот сам себе придумал, а потом сам себя мучаю. Зачем оно надо мне вообще? Однажды мне звонит пастор наш, тогда он был у нас пастором, человек, он сейчас в другом месте пастора, совершает служение. И он говорит, Виталик, нужно встретить в Сочи мою жену, у меня машина сломалась, можно было, ну, чтобы ты вместе со мной съездил на твоей машине? Я говорю, конечно, без проблем. Мы поехали с Абхазии, встретили его дочь, она приехала, прилетела из Германии. В аэропорту встретили, и уже обратно едем, и он мне деньги сует. Виталик, вот эти деньги там на бензин, я говорю, да вы что, не выдумывайте, мне денег хватает на бензин, не надо ничего. Он говорит, да ты что, ну как отблагодарить? Я говорю, да не выдумывайте, ничего не надо, мне для служителя помочь всегда радостно. И тут его дочь увидела, что мы там толкаемся за эти деньги, она говорит, я хочу тебе подарить коробку немецких конфет. Ой, ну думаю, конфеты шоколадные, немецкие, это же самый вкусный шоколад. Ну думаю, ладно, хорошо, спасибо, спасибо, возьму, нужно отказывать неудобно, это же не деньги все-таки. Взял шоколадные конфеты, привез их дома, положил, говорю, думаю, чего с ними делать? Уже есть как-то не могу просто так. Я придумал хитрость, знаете какую? Я в субботу, после богослужения, когда я проповедь сказал хорошую, домой возвращаюсь, я одну конфетку рассосу и все. Одну только. Я эту пачку там растянул, и вот я одну конфетку рассосал, через неделю еще одну, и внутрь не беспокоюсь, я уже гоню его прочь, думаю, ну я же их не покупал, подарили уже, тут уже вроде как не выкинуть. И вот прошло какое-то время, полпачки почти их рассосал, этих конфет, и однажды мне приходит опять ясная мысль, ты должен перестать есть шоколад. Я говорю, господи, да в чем проблема с шоколадом? В Библии ничего не говорится, в духе пророчества ничего не говорится, в чем проблема с шоколадом? И мне приходит такая ясная мысль, если ты не перестанешь есть шоколад, я не смогу тебя эффективнее использовать в моем деле. Представляете? И для меня это все достаточно. Я говорю, господи, все, больше я не буду есть шоколад. Если так вопрос стоит, я больше его не буду есть. И проходит день, и вечером я молюсь перед сном, уже ложиться спать, и у меня такая мысль, ну я как бы обо всем поговорил с Богом, рассказал, все там, спокойной ночи, Боже, спасибо за день, за то-то-то. И у меня такая мысль, ну что ты насчет шоколада решил? Ну я говорю, все, не буду больше есть. А если кто-то подарит? Ну все, даже если подарить не буду. И даже немецкий, ну даже немецкий, все, уже никаких вопросов. И у меня такая мысль, тебе интересно, что изменилось? Я думаю, что что-то уже изменилось? Только утром перестал, ну принял решение только, да, что-то неужели может измениться? Почту. Я почту проверяю, и в это время письмо пришло мне. Мне пишет там один человек, здравствуй, Виталик, меня зовут так-то-так-то, вы меня не знаете. Но я услышал вашу проповедь, она меня очень сильно вдохновила. Я взял эту проповедь, вашу скачал, и мы на молодежке прослушали молодежи вместе эту проповедь. И мы перепосвятили свою жизнь Христу. Есть у вас еще проповеди? Я говорю, простите, а где вы нашли мою проповедь? В тот момент я не выгружал нигде проповеди, в Ютубе их не найти. Он говорит, я в Ютубе нашел, вот ссылка. Я, кстати, еще пять ваших проповедей нашел. Я говорю, где вы их находите вообще? Он еще ссылку мне прислал. И оказывается, какие-то проповеди, которые были сняты за год до этого, было на лагерном собрании, я говорил, темы там как раз, причинно-следственную связь как раз, я говорил, тему. Ее записали, ее год не выгружали, и потом ее только выгрузили, этот человек нашел ее, прослушал и переслал мне ссылки, и сказал, что у него перемены в жизни произошли. И я сопоставил это с тем, что я принял решение не есть шоколад, и Бог начал развивать служение через медиаслужение в моей жизни. И знаете, я как бы такой, ну думаю, ну, наверное, ради этого. И теперь всякий раз, когда куда бы я ни приходил, какие-то угощения там, если я вижу шоколад, я его принципиально как вот к свинине отношусь. То есть я к нему не прикасаюсь. Если там какой-то тортик сверху шоколадом, я его соскребаю, если сильно голодный, чтобы тортик поесть, да, но я не буду есть шоколад. Конфеты, все, я его отказываюсь, не ем. И, представляете, проходит пять лет. Представляете, пять лет проходит. И через пять лет к нам приезжает одна сестричка. Она проводит программу по Недли. Знаете, кто такой Недли? Нил Недли. Это психолог, психиатр, адвентист седьмого дня, который успешно, он сейчас руководитель, насколько я знаю, Веймера, университета, этого центра здоровья Веймера. И он там очень много программ проводит восстановление психического здоровья человека. И он рассказывает, вот в программе именно направлена программа на то, чтобы восстановить людей после депрессий, после панических атак, вот таких вот стрессов всевозможных, современных болезней. И он в этой программе рассказывает разные причины, почему у людей происходят вот эти панические атаки, там раздражительность, суицидные мысли, вот эта депрессия впадают люди. И он перечисляет, перечисляет, он говорит, шоколад – это причина, которая влияет на лобные доли человека. Были проведены исследования, которые подтвердили, что это влияет на лобные доли человека. А лобные доли человека отвечают как раз за восприятие голоса Духа Святого. Вы представляете? И он говорит, что нужно исключить этот так называемый продукт, потому что он влияет на сознание. На лобные доли, которые отвечают за общение человека с Богом. И это влияет на депрессию, на панические атаки и так далее. И представляете, какое для меня это было откровение. Пять лет я не знал, почему я не ем шоколад, а через пять лет Бог мне сказал, почему. И я это уже увидел, я убедился, и мне было очень приятно. Поэтому, друзья, знаете, я когда делюсь опытами, мне не хотелось бы вас, с одной стороны, расстраивать. Я понимаю, что кто-то из вас, наверное, ест шоколад, не хочу говорить, многие. И я думаю, что если вы хотите все-таки каких-то перемен в своей жизни, то я хочу вам добра. Вы поймите, что я не злой человек, знаете, не то, что я не ем, и вы теперь не ешьте. Помучитесь. Что я не ем? А, что я не добрый. Да я добрый. Так вот, мне хочется просто, на самом деле, проводя эту тему, раскрывая вам те принципы, что помогут вам, от чего избавиться от вот этих вот уловок дьявола. И если вы попробуете в своей жизни исключить это, вы посмотрите, как в вашей жизни начнет меняться. Все зависит, на самом деле вы должны понять, что одержимость человека – это результат его выбора. Его выбора на согласие на грех. Если он допускает грех в своей жизни, дьявол будет иметь над ним власть. Если вы не допустите грех в своей жизни, дьявол не сможет к вам прикоснуться. Это очень важный принцип. И поэтому, чем опасно заходить на территорию сатаны? Потому что, заходя на территорию сатаны, мы тем самым даем ему право управлять нашим рассудком. И вот то, что касаемо тех, о чем вы перечисляли, да, очень важная такая иллюстрация. В свое время она мне очень понравилась. У вас нету тут стаканчика? Ни у кого стаканчика? Нету, да? Ну, с бутылочкой попробуем, да, иллюстрацию провести. Не знаю, чья это бутылочка. Так вот, Паша, да? Да, хорошо. Так вот, представьте, если вот бутылка, видите, в ней есть место. Ну, видите, да, она наполовину заполнена водой. Ну, она почти наполовину, чуть меньше, да. Так вот, если бы вода, она была полностью залита, полностью была наполнена водой, можно было в нее еще что-то добавить, еще воды? Нет, она бы уже выливалась. Вот то же самое, друзья, происходит с нашим сознанием. Если мы хотим слышать голос Божий, если мы хотим, чтобы Бог мог в нас работать, но мы забиты мусором, то Бог просто не может нас наполнять. И для того, чтобы нас наполнить, нам нужно освободить этот сосуд. Нам нужно выкинуть из головы своей весь тот мусор, который разделяет нас с Богом. И вот то, что я вам перечислял, друзья, это просто то, что я практически знаю, что оно точно влияет. Я, может быть, вам не все могу точно объяснить, как оно взаимодействует, как оно там на лобной доле влияет, еще что-то, но я вам говорю, вы просто исключите и проверьте это в своей жизни. Если вы хотите слышать голос Божий, то вы начнете это увидеть, вы увидите, как оно работает. Вы начнете слышать четко голос Божий. У вас будет мышление другое, вы будете по-другому темы готовить какие-то, изучать Слово Божие по-другому, все будет по-другому. Вы даже говорить будете по-другому. Оно очень сильно влияет на наше сознание. И когда он очищен от всего ненужного, нужно наполнить его полезной духовной пищей. Когда мы выливаем из него мусор, выбрасываем мусор из этого стакана, так называемый, из нашего рассудка, то его нужно наполнить Словом Божиим. И вот здесь очень важно, чтобы мы изучали Библию, Труды, Духопророчество. Слово Божие, которое позволит нам отличать ложь от правды. Позволит нам выйти сухими, скажем так, из любого того момента, где дьявол захочет нас потопить. Потому что дьявол будет со своей стороны делать все, чтобы поставить под ножку. Слово Божие не имеет вкуса, если человек смотрит, слушает или читает ложь. Знаете, в чем преимущество сатаны? Сатана пользуется ложью. Когда мы читаем Библию, то в Библии все только правда. Там честно написано. Если Давид согрешил, то там говорится о том, что Давид согрешил. Если он был честен, то там описано, что он был честен. А сатана, он рисует супергероев, которые кажутся непобедимые, супермега, эффекты, всякие всевозможные спецэффекты. И когда вы смотрите, оно кажется такое завораживающее, вдохновляющее. Столько настроения поднимается, столько эмоций. И потом после этого, если возьмете Библию читать, будет вам интересно Библию читать? Нет. Она станет такой скучной книгой. Вы скажете, ой, Библию читать, да вы что вы. Можно уснуть, если Библию читать, например. Ну, как иллюстрация, например. Что вы говорите? Ну, то, что черно-белое, а кино, оно такое все цветное. Ну, вроде как черно-белое даже. Видите, слово Божие может быть как черно-белое. Ложь кажется приятнее и зрелищнее. Когда мы приносыщаемся пустой информацией, то мы засыпаем от чтения Библии. Вот это то, что работает. Если вы читаете Библию, и вам тяжело ее читать, вы засыпаете, значит, вы забили свой разум чем-то ненужным, каким-то мусором. И она кажется нам скучной и неинтересной. Но когда человек очищает свой разум от пустой информации, и потом с молитвой начинает исследовать Слово Божие, тогда она раскрывается перед ним во всей красоте. И вот это то, что вы тоже, друзья, можете убедиться в своей жизни. Это, знаете, как вот когда вы, ну, может быть, переедаете, вы едите, пища вам та невкусная, та несоленая, та там какая-то нежирненькая. И, представляете, вот вы поголодаете три дня хотя бы. И через три дня вы будете запах чувствовать картошки, гречки, да, и там хлеба, и он у вас будет просто казаться умопомрачительный. А на вкус это будет просто фантастика. Но почему? Потому что вы поголодали. Вы исключили вот это все ненужное. Ваш кишечник восстановился, вкусовые рецепторы восстановились. И вот чтобы ваши духовные рецепторы восстановились, нужно выкинуть мусор, сосредоточиться на духовном, и вы посмотрите, как вы начнете вкушать, и этот вкус у вас появится. Вы начнете любить Слово Божие. И оно в чем отличие Слова Божьего от других книг. Есть миллионы книг, но только одна книга Библия изменила миллионы жизней, сохранила миллионы семей, помогла избежать тюрьмы миллионам людей, сделала людей добрее, научила любить своих родителей, жен, мужей, детей, соседей, близких и дальних, сделала по-настоящему счастливыми миллионы и миллионы человек. И вот если мы, может быть кто-то хочет еще посмотреть, да я забыписал, что сделала Библия с людьми, что она делает, как она меняет жизнь людей. И если мы с вами понимаем, что Библия, если такая сила сокрыта в Библии, то зачем мне питаться из разбитых источников? Зачем мне каким-то мусором себя питать, если я понимаю, что все пустое остальное? Посмотрите один фильм, изменяет ли фильмы жизни людей? Сериалы какие-то изменяют ли жизни людей? Романы какие-то изменяют? Только в худшую сторону может быть. Но в лучшую сторону Слово Божье меняет. И если мы хотим, изучая Слово Божье, еще что-то параллельно смотреть мы будем, то мы не будем полноценно получать Слово Божье. Мы не сможем напитаться им. Будет отвлекать вот это отвлекающее то, что... Ну знаете, это как вот любой герой какой-то. Ну я не знаю, просто сравнивать даже какие-то там супермены, всевозможные спайдермены там какие-то, да? Которые такие супер-мегар-люди какие-то, якобы имеющие силу там и власть. А по факту мы понимаем, что это выдумка. Это просто, ну, это комиксы какие-то. Но люди, они смотрят, увлекаются, и дети потом хотят быть на них похожи. И оно кажется, что такие они герои, пробуют там даже некоторые, как спайдермен, выпрыгнуть из окна. Ну плохо заканчивается, да? То есть они смотрят на это и думают, что оно им что-то изменит жизнь в лучшую сторону. И детям родители дают смотреть этот мусор. И потом дальше дети теряются, и они увлекаются этими выдуманными, живыми историей. «С раннего утра, когда ваш сосуд еще не наполнен, наполняйте его Словом Божьим. Молитесь о своих ближних и дальних, о родных и о себе, о Духе Святом. И не просто читайте Библию, а записывайте вопросы, задавайте их Богу. Изучайте, что Бог открыл через своего пророка Елену Уайт на изучаемые вами темы». Вы научитесь, друзья. Если вы будете вот так вот делать, с раннего утра находите о чем? Вообще темы все. Вы знаете, что спикеры, они не сговаривались, когда сюда ехали. Но все говорят об одном и том же. Если вы хотите восстановить отношения с Богом, если вы хотите сильных, глубоких отношений с Богом, раньше просыпайтесь, раньше ложитесь, исключите мусор из вашей жизни. И вы посмотрите, как ваша жизнь начнет становиться как яркая картина, которая будет вдохновлять вас и окружающих людей. Но если вам хочется оставаться в той прошлой жизни, которая, вы знаете, такая серая, которая в депрессию где-то, что-то оно такое ненормальное, неудовлетворенность, нету радости жизни, ну продолжайте в том же духе. Но если вы хотите перемен, просто попробуйте. Вы посмотрите, как оно работает. И я хотел закончить Исаия, 33 глава, 15-17 стихи. Это тот текст, который помог, те тексты, которые помогли мне. Я перестал давать взятки и брать взятки. Ну мне особо не давали их, ну давать перестал. Потом перестал смотреть фильмы, перестал смотреть мультфильмы. Давайте почитаем. Вот что говорит Слово Божие. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает, корыстит притеснение, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. О чем это говорится? Закрывает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Где сегодня говорится о кровопролитии? Новости. Видеофильмы говорится о кровопролитии? Говорится. В мультфильмах говорится о кровопролитии? Говорится. Рассказывает, показывает. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Что такое зло? Зло – это порнография, это убийство, это насилие, это ложь. Вот это все зло, друзья. И кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссягнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узят землю отдаленную. Бог дает обетование, что если мы будем верны в этом, то Бог нас благословит и защитит. Если мы не будем в этом верны, то мы обязательно споткнемся. Мы потеряем те благословения, которые Бог приготовил для нас. Приглашаю к нам молитву. Наш любящий Отец Небесный, Господи, мы очень благодарны, что Ты нашел нас в этом мире, Господи. И что мы, будучи грешниками, имеем такую возможность, Боже, в Тебе найти искупление наших грехов, очищение от грехов и новую жизнь. Мы просим, Боже, Ты, пожалуйста, исцели каждого из нас, прости нам наши грехи. Прости нас, если мы смотрели порнографию, Боже, если мы увлекались этим грехом, Боже. Боже, очисти наш рассудок от всякого греха, который мы сегодня перечисляли, чтобы удалить из жизни то, что является мусором, заглушающим голос Святого Духа, шумами, которые заглушают голос Божий. Я прошу, Боже, даруй мудрости каждому человеку задать лично вопрос Тебе, спросить, Боже, что сегодня является препятствием в наших с Тобой отношениях? Что заглушает Твой голос в моей жизни? И, пожалуйста, Боже, те, кто будут спрашивать, помоги им понять этот грех и оставить это. Помоги, дай им сил быть смелыми людьми, которые ищут воли Твоей, Боже, ищут исполнение Твоего намерения, Боже, чтобы слышать Твой голос и быть по-настоящему победителями. Защити нас от ошибок, Боже, даруй нам мудрости и проницательности. Молитва имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.